Всем доброе утро! Всем привет! Еду не на работу. У меня сегодня встреча с новой работой. Я хочу устроиться в детский дом и помимо моей работы хочу попробовать. Сегодня у меня разговор. Они будут задавать мне всякие вопросы. Сегодня у нас прохладно, солнца нет и моросит дождь. Чтобы устроиться на такую работу надо много бумаг, характеристик, справок. Там проверяется буквально все, вплоть до полиции. И работа не очень легкая в каком смысле, она психически нелегкая, потому что это дети, которые перенесли какой-то шок, у которых жизнь была нелегкая, скажем так. Поэтому там очень часто меняется персонал и, не знаю, хочу попробовать. Просто из-за того, что это моя работа и это смогу ли я, успею ли я. Но попытка не пытка, как говорится. Поэтому хочу попробовать. Ехать тоже с одного конца города, где мы живем, и до другого конца города это тоже, честно говоря, не мало. Еще полчаса надо ехать. И я не хочу работать каждый день. Здесь, видимо, ударились автобус грузовиком. Стоят, полицию ждут. Это моя бывшая школа, где я работала. Я работала 10 лет. Это старый город и здесь старые здания и старая архитектура. Продолжение следует... Например... Первая пара. Ужасные дороги Ужасные дороги Это наверху, прямо на горе Я здесь была уже пару раз, но это было очень давно Поэтому я даже не помню, где это находится Лучше спрошу Может, я вообще неправильно еду Надеюсь, я правильно еду В лес куда-то Я была один раз здесь Еще когда мои школьные дети здесь были Надо было ходить Разговаривать с воспитателями Точно не помню Да, это точно, по-моему, здесь Правильно Только надо, по-моему, найти теперь Тарковку надо найти теперь Короче, буду работать в горах По лесам ходить Ой, бедная машина Наверное, у нее шок Куда она попала Ну и че Что здесь место есть? Да, все место Ой-ой-ой Ой-ой-ой Приехала Вот здесь я буду работать В лесу, что ли? Сейчас там посмотрю Я пришла на каблуках А здесь вот такая вот дорога Не переломать бы ноги мне здесь И еще вниз надо идти С горы Я пришла рано, как всегда И как везде И теперь Бюро еще закрыто Сейчас подойдет В таком красивом месте Это Горах Лес Я посадили в кабинет Ну, уже 8 часов Ну, сейчас пойдут Они 8 часов начинают только работать Предложили мне кофе Чай, воду По горам, по долам Все, моя встреча прошла хорошо Задавали тысячу вопросов Как я буду поступать в такой ситуации Как я поступлю в этой ситуации Что я буду делать, если ребенок начинает Кричать, орать, биться Короче говоря, всякие разные ситуации И я должна была Отвечать на эти вопросы Что вы будете делать, если ваши коллеги будут сплетничать Что вы будете делать, если у вас будет конфликт с какой-то коллегой Что вы будете вот этой ситуацией делать В той ситуации делать Это Детский дом Не так, как у нас, например В России Здесь детские дома Их даже особо и не видно Потому что они не отличаются от обычного частного дома Ну, не всех Сейчас, где я была Это у них здесь бюро И здесь у них группы есть А в основном они По всему городу Расположено 8 вот таких вот детских домов Где живут постоянно дети В этом помещении, где была сейчас я Находятся дети, которые временно Ну, в детских домах, приютах Дети, которых забирали в семьи И потом обратно отдали Или дети, которых нашли на вокзалах Ну, не знаю Крошенных или как Подробности о них давались Или живут родители Ну, родители как? Например, мама Мама, папа и ребенок Ну, это очень молодые родители От которых отказались Свои родители Которые не хотят помогать И город принимает таких детей тоже И они им помогают Здесь собираются в основном те дети Которые временно Временно в детских домах Которые еще в семье не забрали А так дети, которые уже Долго остаются в таких Язык не поворачивается сказать Что это детский дом Но это как приют для детей Но у этих детей Почти у всех есть родители В принципе, это хорошее Это самое Но все равно Это не дом Это очень тяжело И когда, например, я работала Раньше в детском доме Из-за этого мне, честно говоря Очень тяжело было Я тяжело это психически переносила Потому что дети Чуть ли не каждый день У них были истерики Они поделят родителям И вот это вот переносить И вот это слышать Все, что происходило Это было для меня очень тяжело Поэтому я ушла А сейчас Ну, не знаю Хочу попробовать еще раз Я не знаю Вроде моей работы мне и достаточно Ну, я так думаю Что почему бы и нет 7-8 часов в неделю Я больше не могу Мне нельзя больше делать Потому что там все равно Это будет потом забираться Налоги большие будут забираться И я специально сделала так Чтобы это на 450 евро Получается И эти деньги Не поддаются налогом Или как называется Не придаются налогом Короче, налог не будет забираться оттуда Я могу это отложить Например, на отпускную кассу Или что-то Захочу резко купить Чтобы у меня эти деньги лежать Чтобы я их не трогала Не тратила Ой, по-моему Здесь что-то горит Такое странное Черное облако А вот это у нас Спасмурное Но не похоже Что это грозовое облако Включу-ка радио Оказывается, горел какой-то завод Горели склады Где хранились пластмассовые упаковки И всякие химические средства И это огромное Химическое ядовитое облако И нас на работу предупредили Сказали, чтобы мы детей не выпускали Чтобы окна двери не открывали И чтобы не проветривали И вот так мы сидели почти до вечера Устраиваясь на работу Вам задают всякие вопросы Например, как вы вышли на нашу фирму Кто вам подсказал С газеты или знакомые Или коллега Потом, почему выбрали Именно нашу фирму Почему хотите здесь работать Что вы можете для нас дать Почему мы вас должны взять Что вы можете дать нам И что очень важно Они спрашивают Например, если ваша коллега Будет о вас рассказывать Что она расскажет о вас И поэтому вы должны Рассказать не стесняясь Например, в России Я думаю, что Я бы никогда Если меня спросили Я бы никогда себя не похвалила Я бы никогда ничего не рассказала Хорошо Мне просто неудобно было бы это А здесь это надо Это просто Вы обязаны это сделать Потому что Если вы не можете Про себя хорошо рассказать Значит Вы не такая хорошая работница Вы не такая хорошая коллега будете Поэтому надо рассказать Все, что вы думаете Что вы хорошо делаете И почему они должны Именно вас взять А не другого кого-то Поэтому надо рассказать Что, например, вы пунктуальная Что вы никогда не опаздываете Что вы можете много Что фирму принести И много идей у вас есть И, ну, все такое Короче говоря Поэтому это очень важный аспект Я думаю, что я все рассказала Ничего не забыла И, ну, и что мне сказали Ну, как мы поговорили Теперь я должна прийти И посмотреть Нравится ли мне Хочу ли я там остаться Ну, я так думаю Что я им понравилась Потому что Они начали мне говорить Что здесь Чем в детском саду Что я буду здесь получать Намного больше Зарплату И что, короче Там очень много привилегий Потому что это от города А то, что от города Считается тоже Это очень хорошо И здесь много Например, вы можете В бассейн ходить Билеты покупать В театр Там На автобус Все под 50% Потому что это все Эти фирмы все относятся к городу Ну, они старались И Ну, как это называется Чтобы Я у них осталась, наверное Ну, я сначала сказала Что, конечно же Я об этом не думала Я хочу просто сначала На полставки устроиться И Ну, потом уже посмотрим Поэтому заранее Не хочу ничего говорить И на этом мы остановились Ну, вот я теперь жду Когда они мне позвонят И когда я смогу пойти И посмотреть Место работы И в каком месте Вообще устроят меня И устроит ли меня это вообще А потом надо будет уже Собирать бумаги Все, я приехала на работу Я очень боюсь Что мне это понравится И я там останусь Потому что я работаю Ну, с удовольствием Более с большими детьми Чем детский спортсмен Мои коллеги об этом Слушать не хотят Они сказали Только на вот такую вот работу Только На полставки Поэтому Ну, кто знает Как я говорю Сюда будем посмотреть Прибыли, господа Мы начали подготовку К празднику фонарей По-другому называется Латенфест Мне надо приготовить материал Потому что сегодня Придут родители И они будут мастерить Вместе с детьми Свои фонарики А эти латерны нашей группы Наша группа называется Пеппи Длинный чулок Поэтому у нас Пеппи сама И ее подружка-обезьянка Это латерны другой группы Вот такие красивые Латерны в другой группе Монстрик и улитка Это латерны другой группы Это виштель и дракончик Вот такие латерны Все, пока моя коллега смотрит за детьми Я должна быстро приготовить все Для прихода родителей Чтобы пока они пришли Уже все было готово Чтобы потом ничего не искать Родители очень любят работать медленно Никуда не спешат Они получают от этого удовольствие Пьют кофе Напитки То, что им мы там ставим Общаются с другими родителями Назначают встречи своих детей Обсуждают всякие темы А мы просто смотрим Наблюдаем И если нужна им помощь Помогаем Или если у них какие-то вопросы есть Отвечаем Ну, получается просто присутствуем Детей заставлять здесь нельзя Если только они сами захотят Если они не хотят Они просто это не делают И все Принудительно ничего не делается Как говорится, все добровольно Нас трое воспитателей в нашей группе И мы разделились на три дня И каждый воспитатель взял себе По девять родителей И девять детей, конечно И с ними вот мы будем мастерить Материал для подделок Предоставляет детский сад И с родителями деньги не собираются Все, я все приготовила Как я уже говорила Сегодня будут дети с родителем Мастерить свои фонари Вчера была моя коллега Должна была делать Сегодня моя очередь Вот такие вот фонарики Дети будут делать Я уже все приготовила для этого Столы Сегодня у нас девять родителей Мы всегда родителей делим Чтобы не было слишком много людей Это для обезьянки у нас место Каждый родитель берет себе Вот уже готовый Мы приготовили полностью Все вырезали Вырезали нет Приготовленные рисовали Они должны вырезать и приклеивать Весь материал То, что нужно для обезьян, например А этот материал для пепетлин и чулок Дети с родителем должны резать Не только одни родители Здесь полностью материал Все, что нужно Ножницы Шило Клей И так далее Короче, мы начинаем Мастерить Я даже не знаю По-немецки Бастель называется По-русски есть такое слово Ну Вот такие красивые фонарики Вот это вот Пепетлин и чулок Неду же Ребенок сделал с мамой вчера Тоже пепетлин и чулок А это обезьянка Ну, завтра и послезавтра Еще мы Три дня мы будем Это все делать Поэтому будет Очень много, конечно, висеть А так Это первые поделки Наших детей В этом году Все И готовимся К празднику Сегодня среда И мы, как всегда, идем В гости Сегодня наша очередь Всем привет Мы собрались И едем к нашим землякам В гости Сегодня среда, как всегда И сегодня наша очередь Хотим, конечно, сначала заехать В русский магазин Там купить немного Ну, гостиницы, как называется Вот Сегодня мы едем на моей ласточке Мой Милый не очень любит На ней ездить Но нам ее заправить надо Поэтому А в это время, как раз Когда мы обратно едем После девяти Всегда бензин бывает дешевле Поэтому Сейчас, например, бензин Евро шестьдесят семь Будем ехать Может, на десять сетом упадет Хотя вряд ли Ты как думаешь? Должен упасть Будем надеяться Смотрите, какое небо красивое Осень у нас просто прекрасное Тепло Иногда дождик идет Но это нормально Очень рано уже темнеет Возьмем немного конфет Чай попить Конфеты по одной цене Денадцатый у нас один стоит Поэтому можно помешать Так, сняли, да? Наверное Бублики тоже возьму С ними очень вкусно бывает С мясом, с фаршем В духовке, с сыром И речки всякие сделать Усмешки За ваш околадный эфир Она нам рыбку накладывает Берем селедку И копченую рыбу Рыбки мы домой не можем уйти Даже Селедочку взяли Сейчас будем брать Копченую Прошла она принес А холодильники пустые Потому что магазин закрывается Оказывается уже Копченую рыбу Разбираемся Все, мы пришли в гости В таком красивом месте Они живут Такое дерево Прямо у них возле дома Ну, сезон гриля Сезон чайпити прошел Уже чуть прохладно стало Татья уже вон здесь готовится Салатик приготовила Духовочки там что-то готовится Ух ты Как вкусно Красота Сейчас рыбки надо взять Сухоза Пустой стал какой-то Да, я говорю Я воду поменял Еще фильтр я поставил Так красиво Нет, все равно красиво Хоть даже пусто Все равно красиво Здесь же у тебя и корабли были А, кораблик остался Да, потом еще один скаляр умер у меня Похоронил хоть Вот их пошел Позавчера купил Вот эти гупяшки Останет Вот они черные Э, это, по-моему, ласточки, да? Как-то мы их называли в детстве Как они называются? Гупяшки Гупяшки На немецком тоже гупяшки А, вот эти тоже были, да, у тебя тогда Вот эти полосатые были Вот такую вот красоту приготовили Овощи тоже запеченные Сейчас Патюля будет украшать Отдельно можно тарелку поставить, да, да Отдельно Это, да, там же резать больше Да Что поели? Это заправка уксусная, да? Угу Вкуснота, красота Произведение искусства Да, да Музыку поставить Такую красоту приготовил Джамбулат Лепешки Рукола салат Мясо Смешанный салат Или смешной салат, да, Патюля? Угу И овощи Всем приятного аппетита Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok